Президент США Джо Байден отправляется в Европу, где примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. По пути в литовскую столицу глава Белого дома посетит Лондон и там проведет переговоры с премьер-министром Великобритании и королем Чарльзом Третьим. На повестке дня сразу несколько острых вопросов. Это членство Швеции в НАТО и возможное приглашение Украины в Альянс. Чего ожидать от европейского турне Байдена, расскажет Майк Хоффман из Вашингтона. Поднимут ли над штаб-квартирой НАТО два новых сине-желтых флага – шведский и украинский? На следующей неделе это будут решать страны, входящие в Североатлантический Альянс. Стокгольм подал заявку на вступление после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, но ее пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Анкара обвиняет Швецию в слишком мягком отношении к организациям, которые турецкое правительство считает террористическими. А без турецкого одобрения принять нового члена в оборонительный союз невозможно. В среду во время переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном Джо Байден назвал очень важным вопрос вступления страны в НАТО. В овальном кабинете Белого дома стороны обсудили растущее сотрудничество в области безопасности, угрозы, связанные с Китаем и войну России в Украине. По всем направлениям мы, похоже, согласны почти во всем. И мы делаем все возможное для защиты наших общих демократических ценностей, включая обеспечение безопасности и гуманитарную помощь народу Украины. Щедрость шведского народа была большой. Вы сделали очень, очень много, пока смелые люди в Украине защищаются от жестокости России. Ульф Кристерсон после встречи с Байденом заявил, что они оба согласны с тем, что предстоящий саммит НАТО является самым подходящим временем для одобрения просьбы Стокгольма о вступлении в Альянс. Однако аналитики говорят, что существует большая вероятность, что этого может не произойти. Кристерсон добавил, что только Турция может принять решение о ратификации документов на членство. Что касается приглашения Украины в Альянс, то Киев настаивает на том, чтобы в Вильнюсе 11 и 12 июля было заявлено, что страна присоединится к НАТО вскоре после окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости сформировать дорожную карту. Для этого ранее посол США в НАТО Джулиана Смит заявила, что члены Североатлантического Альянса близки к достижению консенсуса по этому вопросу. Большинство из нас уверены, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет отражать нынешнее состояние дел и в которое украинцы поверят и почувствуют, что это нечто большее, чем повторение заявлений Бухареста. Джулиана Смит, посол США в НАТО в ходе пресс-конференции. Тем временем в Белом доме дали понять, что пока не планируют упрощать процедуру вступления Украины в Альянс. Мы очень четко заявили, что привержены политике открытых дверей НАТО. Когда этот вопрос поднимался на брифингах, мы говорили очень четко и продемонстрировали нашу приверженность этому. Это обязательство, которое мы взяли на себя как раз в том, что касается НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается 31 союзником и вступающий в Альянс страной. Что касается Украины, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украиной, как мы можем коллективно поддержать ее стремление к евроатлантической интеграции. Я не буду здесь вдаваться в подробности частных разговоров, но уверяю, президент Байден сказал, и он повторял это снова и снова. Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая страна НАТО, прежде чем они присоединятся к Альянсу. И сказал, что, по его мнению, возможно сделать так, что Украина сможет это воплотить в жизнь. Президент Литвы, страны, которая будет принимать саммит, призвал лидеров НАТО быть смелее при обсуждении вопроса о вступлении Украины. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что законное место Украины – в НАТО. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предположил, что Лондон мог бы поддержать снятие с Украины требования об участии в процессе ПДЧ – плана действий по членству, чтобы ускорить процесс его подачи. Президент США Джо Байден проведет переговоры с Риши Сунаком в Лондоне по пути в Литву. В начале июня британский премьер посетил Белый дом. Тогда он отметил, что Великобритания гордится своим вкладом в борьбу Украины с российской агрессией, в том числе путем предоставления танков, дальнобойного оружия и обучения солдат. Байден же заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько будет необходимо. Я считаю, что у нас будет необходимое для поддержки Украины финансирование. Столько, сколько потребуется. И я верю, что эта поддержка будет реальной. Даже несмотря на то, что сегодня на Капитолийском холме вы слышите вопросы о том, должны ли мы продолжать поддерживать Украину и как долго мы должны это делать. Финальной точкой европейской командировки Байдена станет столица Финляндии – Хельсинки. Там он примет участие в саммите лидеров стран Северной Европы и США. Из Вашингтона Майк Хоффман для телеканала Freedom.